Доброго времени суток всем! С вами на связи Леонид Йонеси, вещаю из Нью-Брансвика, Канада. Я сейчас по дороге с Сен-Стивена в Сен-Джон. У нас утро четверга, 13 сентября. И на часы у нас сейчас время 7.22 на часах. 7.22. Кстати, мне кто-то из родственников, мне кажется, сказал, или кто-то из друзей сказал, что я немного забываю русскую речь и коверкаю ее больше, чем коверкал раньше. Ну, не знаю, может быть оно и так, вы сами об этом скажете. Вы знаете, что у меня русский это не мой родной язык, и все-таки у меня молдавский, румынский это первый язык. Ну, а сейчас, конечно же, много общаюсь на английском, потому что нахожусь в Канаде, естественно. Конечно же, мы в семье говорим на русском, особенно с женой, и с детьми я говорю на молдавском. Ну, так к слову, я постараюсь, конечно же, исправлять свои ошибки так, чтобы вам было приятно слушать меня. Вот смотрите, у нас уже туманы, частые туманы, и уже чувствуется осенняя погода, особенно по утрам, особенно ночью чувствуется осенняя прохлада. Листья на деревьях начали желтеть, очень красиво, и все в один голос нам сказали, и нам говорят, канадцы, особенно местные, что осень здесь очень красивая. То есть прямо многообразие вот этих цветов, то есть, ну вот, знаете, как 50 оттенков серого, тут 50 оттенков осени или желтого точно будет. То есть очень красивая осень, вот, может быть, сейчас не видно, потому что туман, но уже листья начали желтеть. Друзья, я хотел бы в этом видео поделиться о своих впечатлениях после трех месяцев с лишним проживания в Канаде. Кстати, нам 6, ну, 5-6 сентября нам исполнилось 3 месяца, как мы здесь живем, работаем. И я думаю, что-то интересно обозначить, как-то интересно поделиться о своих впечатлениях спустя 3 месяца. Я думаю, кому-то из вас будет интересно, да и мне будет интересно потом с течением лет взглянуть на это видео и послушать себя, что я, как я на все реагировал и как я это все воспринимал. Также у нас знаменательная дата завтра, 14 сентября. Можете нас поздравить, мы с женой отмечаем 16-летие брака. 16 лет, как мы в браке, и 18 лет, как мы познакомились друг с другом. Ну, чуть больше 18 лет. Мы, конечно, будем праздновать. Нам с работы не... Видите, какой красивый восход, какое красивое солнце. Восходящее солнце, если видно, конечно же. Друзья, нам с работы дали... Ну, не в эту часть, но раньше, не в 14-й годовщине свадьбы, но раньше дали просто карточку скидочную на один ресторан в Сан-Сивене. Он так и называется, 5 звезд, этот ресторан. И мы, конечно же, отметим, может, не завтра, но в субботу обязательно отметим вот это событие в нашей жизни, потому что 16 лет брака, это вам не шутки. И 3 месяца в Канаде. Так, возвращаемся к нашей теме. Какие у меня впечатления, друзья? Вы знаете, я говорил о том, что и канадцы нам об этом сказали. Особенно наш учитель английского, из Malchi Cultural Association, он имеет опыт работы с иммигрантами и говорит, что есть у всех такой период, который называется honeymoon. Я имею в виду у всех нюкамеров, у всех новых иммигрантов. То есть, как бы, по-нашему, это медовый месяц, когда ты приезжаешь в Канаду, и тебе вот эти розовые очки, ты пока их не снял, ты пока все видишь в розовом цвете, все кажется прекрасным, восхитительным. И вот в таком духе. Но потом ты со временем, ты начинаешь замечать другие нюансы, скажем так. И я сейчас не буду делиться, знаете, о каких-то негативных вещах спустя 3 месяца. Это было бы смешно. И вообще 3 месяца, это не особый срок, но просто как, знаете, как такая временная веха, нужно ее как-то отметить, нужно как-то поделиться этим всем. Но впечатление, смотрите, когда ты приезжаешь в Канаду, поражает Канада, поражает тебя тем, своими размерами. Размерами дорог, вот этими размахом, просторами. Просто когда ты видишь тот же аэропорт, допустим, или когда ты видишь ту же ширину дорог, когда ты видишь вот эти все масштабы, это все поражает. И вот особенно это касается автомобилей. Понимаете, мы привыкли к большим автомобилям, мы привыкли к тому, что вот есть большие автомобили. Вот у нас в Европе особенно, да, вот есть джипы или эти SUV, знаете, как с повышенной проходимостью, которые считаются вот большими для нас. Ну вот, Хаммер для нас, это вообще сверх большая машина, да. А в Канаде-то не так. В Канаде-то все, знаете, как подвергается переосмысливанию. Или, понимаете, потому что то, что казалось большим в наших странах, в наших странах исхода, тут все обыденное, тут все нормально. Вот такие SUV, как у меня, вот как вид, как джип, который сейчас проехал, ну вот GM-7. Для них это нормальная вещь, то есть легковушка, это супер маленькая машина, вот то, что у нас это маленькая машина, здесь супер маленькая. А джипы, вот эти SUV, скажем, как Volvo XC50, которая у меня была в Кишиневе, потом у меня была в Англии, Honda HR-V. То есть для них это, ну, такие средненькие машины. У них есть траки, вы не видели канадские траки. Траки, канадские траки, это не, это не, как, это не грузовые автомобили, чтобы вы поняли. Это не трак, не на тех машинах, где работают трак-драйверы, хотя и те называются трак. Вот эти канадские, это так называемые канадские или американские пикапы. Они, ребята, огромные. Но они что-то, они меньше грузовых автомобилей, потому что грузовые, это вообще сверхогромные у них. Но они вот что-то среднее между вот нашими джипами и вот между вот грузовыми автомобилями. И это обыденное дело, чтобы у канадцев было траков. Ну, особенно, не знаю, в нашей местности это обыденное дело. Я как-то говорил, что ты не настоящий канадец, пока у тебя нет трака. Ну, где-то так это воспринимается здесь. Так вот, это большие размеры, это поражает, поражает просто. И это все нужно переосмысливать, то есть совсем другой опыт. Очень интересные здесь машины у них. Это прямо как в фильмах. То есть ты привык там к каким-то, ну вот на постсоветском пространстве, к каким-то ЗИЛам, КАМАЗам, ГАЗам, да. А здесь все, то есть все грузовые, все по-другому. Это как-то вот так интересно. Ну, и все машины здесь другие. Потому что вот редко ты, может быть, встретишь вот корейские и японские машины. Немецкие ты очень и редко встретишь, ну, французских нету вообще практически. Вот то, что к тому, к чему мы привыкли там в Европе, например, в Англии было очень много французских автомобилей. Здесь все, здесь больше вот этих мест, каких-то Фордов, GMC, каких-то вот, ну, Фордов здесь, конечно же, великое множество. И другие разные машины, но совсем по-другому, то есть реальность совсем по-другому, скажем так, для автолюбителя. Что по поводу того, чтобы поделиться впечатлениях, вот что приходит на ум первое, это то, что тут вот все вот привыкли действовать в какой-то вот очень такой расслабленной манере. Все они расслаблены. Они не привыкли вот к каким-то, как вам сказать, к такому-то стрессовому, как мы привыкли в наших странах, или к какому-то ускоренному темпу жизни, или к какому-то вот такому постоянному, ну, вот дерганному образу жизни. Они привыкли действовать очень расслабленно, и это везде чувствуется. Это когда ты чувствуется, когда ты идешь в школах, это чувствуется, когда ты идешь в местные областные вот эти представительства власти, это чувствуется, когда ты идешь в больницах, это чувствуется даже на работе у тебя. То есть это чувствуется везде, ну, не говоря уже на отдыхе, на улице и так далее. Они привыкли к такому размеренному образу, темпу жизни, и они расслаблены. Чтобы тебя понимали канадцы, тебе нужно с ними также обращаться в расслабленном виде. Если ты будешь такой вот очень натянутый или очень такой, как вам сказать, такой напористый или через чур, или как-то слишком озабоченным, то они это не очень-то хорошо воспринимают. Но для них это странность. То есть они привыкли шутить, они привыкли говорить спокойно, они привыкли улыбаться всегда, они привыкли быть вежливыми, они привыкли расслабленно решать любые проблемы. Конечно, есть какие-то форс-мажоры, когда понятно, вот у нас на работе, ну, человеку стало плохо, допустим, допустим, и я видел, что туда из офиса побежали вот все, даже начальник, который особенно отвечает за безопасность людей на работе. То есть они просто бежали по территорию всей фабрики. Ну, вот это единственное, вот такое вот я видел, когда все были такие какие-то особо озабоченные и напряженные. И это, я думаю, нормально. А так вообще, вот даже когда ты говоришь с руководством, с начальниками, они говорят в очень расслабленном виде. Ты, может быть, привык говорить как-то напряженно, ну, как правило, с вышестоящими, скажем так, или как-то ожидать какой-то, если не негативный, но какой-то напряженный разговор, да, ожидать с начальством. Или тут они, тут это не так. Они вот с начальством, да, есть взаимоуважение, и к начальству, конечно, есть, может быть, какое-то особенное уважение, но они ведут себя очень общительно, очень открыто и очень по-простому, и это тоже поражает. То есть они как-то на одном уровне, как ты говоришь с ними, на одном уровне. Просто потому, что на одном уровне, вот чтобы вы не подумали, у нас, может быть, в наших странах, эти наши начальники думают, что если они будут говорить на одном уровне с подчиненными, то это подчиненные полезут им на голову. Или это будет, это скажется в неуважении со стороны подчиненных. Это не так, потому что, здесь я имею в виду, это не так, потому что канадцы привыкли относиться с уважением ко всем. То есть для них общаться на равных, это само собой подразумевает и уважительное общение. Понимаете? То есть поэтому у них нет такого страха, что они потеряют свой авторитет в глазах подчиненных или как-то. Наоборот, чем более ты расслабленный, тем больше авторитета ты как-то завоевываешь. И среди своих однокашников, и среди, скажем так, подчиненных, и среди даже вышестоящих. Понимаете? Вот что вы поняли, здесь такой расслабленный, расслабленная манера общения, расслабленный образ жизни. Это меня поражает, потому что я привык все время к какому-то напряжению пойти. Пока я еще от этого напряжения не избавился, признаюсь честно, потихонечку избавляюсь от этого напряжения. Иногда просто меня напрягает эта расслабленность. Иногда меня даже эта расслабленность напрягает. Мне хочется как-то все быстро, как-то все более оперативное, как-то все в более ускоренном режиме. Друзья, я делился со своей женой, что я как будто, извините меня, может у кого-то неприятное ощущение к этому словосочетанию, но я все-таки поделюсь, я как будто попал в Советский Союз здесь. Я не такой уже старый, я родился в 80-м году, но я вот с 5 лет я уже помню, какой Советский Союз. У нас где-то до 95-го, когда мне было 15 лет, я до доскового возраста, еще были какие-то отголоски Советского Союза, я его очень хорошо помню. Я, конечно же, не помню, вот я просто убираю в сторону любую политику, я просто помню уровень жизни людей. Мой отец просто был водителем, был дальнобойщиком, мама работала в колхозе, и у нас все всегда было, то есть у нас было все, что хочешь на столе, у нас был свой дом, у нас были машины за одной, за другой, мы потом переехали, то есть у нас все было, у нас было стабильно, ты шел в больницу, там все тебе делали, ты шел в поликлинику, все тебе делали, ты, допустим, покупал сладкую воду, потом возвращал бутылки тебе, ну как вот, была система, я к тому, что была система, допустим, покупал кефир, помните вот эти закрывашки, вот эти мягкие такие, надавливал на них, потом возвращал бутылки, я к тому, что была система, была система, которая была очень хорошая для обычных людей, вот убирая в сторону любые политические оттенки, то есть у людей была работа, и за эту работу они могли покупать себе квартиру, дом, могли себе покупать мебель, могли себе покупать технику, могли покупать себе машину, могли накопить, отдыхать, то есть вот то же самое и здесь в Канаде, и был вот такой расслаблон, просто мой отец после перестройки, он так и не нашел себя в новых реалиях, и так и ушел в мир иной, так не находя себя, но после вот этой перестройки у нас очень большой стресс, и вот этот стресс, я надеюсь, что Канада уберет его, он так и не закончился у нас, я имею в виду наша семья, может быть у кого-то по-разному, по-другому, то есть приходя здесь в Канаде, я увидел, что здесь такой же размеренный темп жизни, и все такое же стабильное, есть система, как, ну извините меня, как в Советском Союзе, ты идешь, то есть ты идешь в поликлинику, ты идешь в больницу, ты идешь на работу, особенно у нас на этой фабрике, извините меня, прямо такие, вот эта допотопная техника, прямо как в Советском Союзе, ты особо не боишься за то, что там у тебя какой-то брак будет, ну я имею в виду в нашей области, может быть в других областях Канады по-другому, у нас все-таки больше-то не только провинция, не только в смысле Канады, но и провинция в нашем смысле, то есть тут рабочий класс, то есть вот такой вот, понимаете, вот все относятся к друг другу, знаете, как большой-большой семье, как было при Советском Союзе, все как бы имеют дело для тебя, им есть дело для тебя, скажем так, как они участвуют, активно помогают, советами, очень, и это не капитализм в Канаде, прямо как в Америке, понимаете, в Канаде, если так можно сказать, где-то социальный капитализм, тут много субсидий, люди живут много на разных субсидиях, особо не напрягаются, им хватает на жизнь, никто не ставит себе цель стать супер-пупер богатым, ну, как бы, если получится, да, там, выиграют лотерею, или там, удачно куда-то инвестируют, да, но так, то есть им хватает, и тут нет вот этого стресса, что нет вот обеспокоенности, что будет завтрашним днем, вот это все мне напоминает мое детство, извините, мое детство прошло в Советском Союзе, поэтому вот у меня вот такие впечатления о Канаде сложились, и иногда это даже где-то некомфортно, потому что ты привык все время преодолевать какие-то, какие-то там препятствия, ставить перед собой какие-то новые вызовы, добиваться, знаете, как вот у меня вот вся жизнь, это борьба, борьба с этой бедностью, борьба с обстоятельностями, с раздрогой вокруг и так далее, здесь все есть, есть система, она работает, и для многих это очень, очень классно и здорово, и как бы без каких-то особых усилий, на которых они может быть способны, но они неохотно идут и не хотят идти, для них можно жить вот так комфортно, как вот в тогдашние наши времена. Вот какие у меня еще впечатления. Какие у меня еще впечатления? Впечатления о том, что вот этот расслабленный образ жизни сказывается в канадцах даже на их манеру одевания. Конечно, мы живем среди рабочего класса, в Сан-Сивене, там наша эта шоколадная фабрика, в принципе, ну, большинство там работают, понимаете, и, конечно же, люди приходят с фабрики, они особо не меняют свою одежду, редко кто меняет свою одежду, они так и ходят после работы и в магазинах, может быть, иногда и по городу, то есть особо они не парятся насчет этого. Конечно, если вы пойдете в какой-то город, вы увидите другое одеяние, наверное, или в какую-то другую провинцию, вы увидите другое, другую манеру одевания, но я думаю, что везде присутствует какая-то расслабленность, то есть люди не придают какой-то завышенной важности вот этому там, своей одежде или своему внешнему виду. Ну, вот видите, машина сейчас встала впереди, и она меня тормозит, она, если встала, она должна как-то ехать более, не тормозит того, кто сзади. Вот это правило, и, к сожалению, вот иногда это правило не соблюдается. Мне канадцы об этом делятся тоже, что это их очень сильно, даже некоторых бесит. Ну, бывает и такое. Так вот, вот эта расслабленная манера одеваться. Я, кстати, по себе, я всегда расслабленно одевался в своей стране. Мне иногда даже делали замечания, особенно, когда я там стал каким-то руководителем большим, мне делали замечания, что Леонид, люди смотрят на то, на чем ты едешь, как ты одеваешься, как бы, пожалуйста, будь соответствующий. Здесь люди особо не парятся и по поводу внешнего вида, понимаете. Очень много людей вот с длинными волосами, с бородами. Вот он, допустим, на работе какой-то суперкрутой ментененс, то есть отвечает за все машины там, то есть за весь софт там. А после работы он крутой байкер. Он приезжает на работе на Харли Дэвидсоне, у него длинная-длинная борода. Это не то, что борода, как у нас, это длинная борода, прям как у Санта-Клауса. Человек должен был показывать, что он берет правый поворот, но он не показал. И у него длинные волосы, понимаете, но никто ему ни слова не скажет, никто ему ни слова не скажет о том, как ему одеваться или как ему стричься, бриться и так далее. Там на работе, когда вот есть специальные вот эти, которые покрывают волосы все и бороду, и волосы на голове, и это единственное, что требуется когда-то на работе. Но здесь люди, как для одних это нормально, понимаете. Тут люди не вешивают ярлыков, не смотрят косо и вообще очень, не уважительно относятся к личной жизни и к индивидуальности каждого человека. Вы, наверное, уже видели влогеров, которые после приезда в Канаду отрастили себе бороду, потому что здесь даже для бизнесменов это нормально, понимаете. люди очень любят эту свободу, они свободолюбивы, свободолюбивы, они этим дорожат и никто не лезет с вопросами или с советами, как ему лучше выглядит, потому что не в моей стране люди, которые могли бы здесь сразу же делать какие-то там, ну типа в шутку или замечания какие-то. Здесь это не так. Далее, какие впечатления? Вот очень много женщин за рулем. Я не к тому, что мы сейчас видели на дорогах. Женщины вот здесь, иногда мне это немного-немного смущает, иногда даже озадачивает. Женщины очень такие активные, они почти как мужики, как мужчины. То есть они все делают, они водят, ну то, что водят, это понятно, это уже, но они все делают практически даже какую-то физическую работу, какую-то элементарную, какие-то ремонтные работы. Они очень независимые такие. И в каком-то смысле это хорошо, в каком-то смысле это не очень хорошо, потому что, ну вот мое личное мнение, как бы, знаете, как один поэт, не я сказал, что вот эта разница, мы как бы, поэт так сказал, что мы всячески стараемся стирать отличия и различия между мужчиной и женщиной, когда на самом деле вот эта разница, она прекрасна. То есть тут женщина, она не ожидает, чтобы ты стул ей дал, открыл дверь, даже некоторые, некоторых это даже оскорбляет, когда ты им открываешь дверь. Ну, понятно, я думаю, это ненормальная реакция. Или когда они носят какие-то вот сумки или какие-то вот тяжелые вещи, для них это нормально, чтобы ты им не предлагал как бы помощь, потому что для них это может быть даже как-то некоторые, воспринимать как оскорбление. Мне лично это кажется очень странным, потому что женщина должна быть женщина, в любом случае, физическая сила всегда будет на стороне мужчин, ну, просто мы так устроены. И вот женщины старшего поколения, они как-то по-другому, конечно, реагируют. Вот эти новые, имею в виду, эмасипированные женщины как бы нового поколения, они считают, что они все должны делать сами. Мне это немного озадачивает, смущает. Женщина здесь не обязана делать, приготовить еду мужчины, вот я с кем, с какими канадцами я не говорил. Мужчины сами себе обычно готовят, либо они как-то меняются. То есть то, когда может делает жена или гэрлфренд, когда не может гэрлфрендать жена, делает мужчина или, или как бы бойфренд, или у них, или муж. Извините, ролик будет довольно-таки длинный, но просто хочу поделиться так всеми впечатлениями. То есть, по поводу женщин у меня это вопрос, потому что, вы знаете, женщина тут даже как физически немного похожа на мужчин, но все-таки наши женщины, они намного прекраснее. Это не стереотип, это так и есть. Женщины здесь не такие ухоженные, как наши. Ну, конечно, это как правило, но есть исключения, есть правила всегда. И наши женщины более ухоженные, более женственные, скажем так. И они вот, они дают мужчинам поле для маневра или пространство для маневра, как бы им помогать, им что-то делать и так далее. Ну, конечно, моя жена была бы рада, и она мне стеречно намекает, чтобы я начал уже готовить. Я, скорее всего, что начну готовить сам, тем более, что я на фабрике уже переведен в должности, где я работаю там на фабрике, ну, я готовлю конфеты. Это большая-большая кухня, ну, промышленная кухня, но по сути это кухня. Я тоже начну готовить, потому что с таким графиком работа, как у нас, жена особо не успевает и себе готовить, и нам готовить, и мне ланчбок сделать, и себе ланчбок сделать, потому что она работает. Тут просто женщины работают на уровне мужчины, понимаете, на таком же уровне. Поэтому, поэтому, может быть, такая ситуация сложилась. По поводу женщин, что-то я еще хотел сказать. А, например, я был в гостях, я был в гостях у канадцев, и жена тогда работала, она не могла, я был только с детьми, и вот пара канадцев, жена муж, и у них две дочери, а я с моим сыном и с дочкой. Вот мы приготовили какой-то там саппор, какой-то ужин, ну, барбекю, я не помню, что там было. И вот женщина, она взяла и положила в тарелку всем детям, вот я вам расскажу такой случай, положила нашим детям, положила своим детям, дети сели там за отдельным столом, начали кушать. Потом она положила себе в тарелку, села за другой стол для взрослых, и начала кушать. Вот муж подходит сам с тарелкой, взял себе все, что надо, сел за столом и начал кушать, понимаете, а я был у них в гостях. У меня был такой момент, когда я просто такой опешил, я ожидал, что мне тоже положили в тарелку, как гостю хотя бы. Они мне, они просто все сели, положили детям, положили себе, каждый себе, и кушают. А я сижу и смотрю на них, и думаю, что мне делать дальше. У них не принято, понимаете, у нас принято, что если ты позвал гостей, ты как бы всех сервируешь, всех угощаешь. Ну, я знаю, потому что мы в Кишиневе проводили очень много застолий, мы там были главными зачинщиками застолий, разных пехников в Кишиневе. Я это знаю, это как бы, как бы, ну, хозяин дома угощает, или хозяин праздника. После вот этого момента, когда я пешил, немножко у меня вот так мила заминка, я пошел все-таки по-наглому, как в моем понимании было, мне было и стыдно, как бы, но это было у них ненормально, для них нормально было пойти самому взять. Я пошел, положил себе в тарелку и начал кушать, все с ними за столом, на меня никто не обратил внимания, на меня, и я покушал, как и все, понимаете, для них это считается нормальным. Вот смотрите, вот это я вам пример, чтобы вы поняли. Далее, потом другой пример из жизни. Мы работаем, допустим, там разные цеха по фабрике, мы работаем, я там свою машину как бы запустил, и я слежу за работой машины. Женщина работает в конце вот этого всего кавейера, она упаковывает, вот уже, как и коробки ставят, большие коробки, упаковывает вот этот товар в больших коробках и ставит их на подон. К ней приходит из другого цеха, допустим, другой машинист, просто пообщаться, ее друг. Они одного возраста, где-то им 50-60 лет, я не знаю. И вот он сидит, руки в боке, руки в кармане и общается с ней. И она сама берет уже эту коробку и ставит на комфей, берет коробку, ставит на подон и так далее, общается дальше. То есть ему даже в ум не приходит. Я смотрю на них, и мне бы пришло в ум, да, я сам, пока я с тобой разговариваю, положу тебе хотя бы коробки на подон, понимаете? Для них это ненормально. и для них нормально, чтобы, пусть ты и женщина, но ты должна все делать сама, особенно на работе. И для них это считаю, ну как, понимаете, это для них немного... Я иногда вот начал делать, особенно я работал с женщинами, которым за 60 или пенсионного возраста. Некоторые принимали мою помощь, но в основном они не принимают, потому что это, знаете, как они не хотят показать, что они что-то не могут. Были, конечно, случаи, когда они реально не могли, и я... Они меня звали уже. Но вот, чтобы вы поняли по поводу отношений женщин и мужчин, то есть они все должны делать одинаково. Там тяжело, там какое-то, допустим, какое-то тяжелое оборудование или какую-то часть машины нужно взять и поставить на эту машину, как монтировать. Они должны это сами делать, они это делают. Тяжело. Вот, чтобы вы поняли, немного различий между нашими странами и странами Запада. Я это видел и в Англии, то же самое. То есть у них вот мало различий между мужчиной и женщиной в этом плане. И это немного смущает. И у них вот еще можно шутки на любые темы даже между мужчинами и женщинами. Это меня тоже немного смущает. Это меня особо смущало в Англии, когда я работал в женском коллективе. Ну, это так. Какие еще впечатления о Канаде? Ну, во-первых, впечатления со школы. Дети здесь счастливы в школе, потому что здесь страна иммигрантов. Вот, допустим, даже в отличие от Англии, в Англии тоже очень все вежливо, очень классные школы, очень классные учителя. Но в Англии немножко высокомерные люди и это... То есть они как-то слишком к себе не подпустят. Ну, просто потому, что англичане считают себя, извините меня, пупами земли, потому что они дали язык всему миру. И, ну, вот в Канаде говорят на английском, в США, в Новой Зеландии, в Австралии, ну, в Индии даже. И много-много-много где еще в этом мире, допустим, понимаете? То есть они считают, что вот они как бы создали этот мир и отчасти они правы. Поэтому они... Но Англия не иммигрантская страна, как и многие другие европейские страны. И в школе это чувствовалось я... Вот сейчас вот моя дочка пошла здесь в школу, она в Англии приходила со слезами. Я спрашивал учителей, то есть учитель был очень классный, там школа была классная. А здесь она приходит, она счастливая. Я говорю, в чем разница, Маргарита? Она говорит, ну, разница в отношении именно одноклассников. Ты здесь свой с самого начала. Ты просто свой. Ты... Нету никаких абсолютно разницы. Никакой абсолютно разницы. То есть ты иммигрант, потому что все здесь иммигранты в разных поколениях. И это классно. А в Англии, да, государство старается, и оно делает огромные усилия, чтобы англичане, местные относились одинаково к иммигрантам, но должно там пройти время, пока это будет. А здесь такие усилия не нужны, здесь по умолчанию так оно и есть, потому что тут все иммигранты. Кто-то приехал сюда 50 лет назад, кто-то приехал 100 лет, кто-то 150 лет назад, но все здесь иммигранты. И здесь наоборот все программы провинциальные, федеральные, устроены для того, чтобы привлечь как много иммигрантов, чтобы иммигрантам здесь было хорошо, и чтобы они отсюда не уходили, чтобы они здесь и здесь с детства, с измальства учат тому, что иммигранты это нормально, это классно, это так и должно быть, и это хорошо. И делайте все возможное наоборот, чтобы иммигрантам было комфортно и удобно в вашей среде или в вашей компании. Понимаете? И вот это чувствуется. И я первый раз слышу от детей «Ура! Завтра школа! Завтра мы идем в школу!» Я первый раз слышу вообще такое. И меня это не может как родителя не радовать. И мою жену тоже это очень радостно. Школа им нравится. Конечно, школа здесь программа намного легче, чем в Молдове или даже чем в Румынии. Вот мы когда после полугода обучения в Англии мы приехали с детьми обратно в Румынию, нам делился учитель, что должна была потянуть нашу дочку и нашего сына, потому что они остались в Англии. Это факт. Но как-то они потом догоняют в хай-скул и как-то они потом догоняют в университете. Так что наши студенты, канадские, я имею в виду, они практически на первых местах в мире. Это как-то у них так система устроена. Здесь мне Артур в канадской школе сказал, то есть мой сын сказал, что тут легче, чем в Румынии или чем в Молдове, но не слишком легче. То есть может быть даже немного здесь отличается даже от Англии. То есть программа тут не такая прям как свободная, как в Англии, тоже немного потребовательнее. Но здесь очень очень